7 из 10 рыбаков на рыбалке в марте месяце, когда началась крепкая затайка, когда пошёл сырой снег с дождём, либо вообще днём бывают дожди и температуры плюс держатся как днём, так и ночью запускают эту ошибку. В итоге остаются в принципе с нулём, потом на рыбалке. Сегодня, мой друг, в этом видео я поделюсь с тобой самой кровяной информацией, куда бежать на рыбалку в марте, когда началась затайка, когда пошли дожди, сырой снег, температуры плюсовые. Рыбалка начинается без сна, полным ходом. В береговой зоне, там где урез воды, то есть и лёд контактирует с берегом, на самом льду вы обнаружите огромное количество воды. Это талая вода, за счёт того, что идёт сырой снег, идёт дождь и сам снег, который находится на берегах, тает. И многие рыбаки, друзья, когда это происходит, выходят на рыбалку на реку, в береговую зону. И это, друзья, бывает очень важным моментом. Я не случайно про воду на льду сказал, почему не нужно идти на рыбалку на реку, а нужно выбирать любой стоячий водоём, залив или затон. И чуть подробнее об этом я сейчас и расскажу. Лучше всего в этой ситуации выбрать залив или затон и береговую зону, но не на Уритис рекой, а как можно дальше двигаться вглубь самого залива или затона. Почему, друзья, не нужно двигаться на реку, а нужно двигаться в стоячий водоём? Давайте не будем, друзья, забывать одну очень главную деталь. Из-за резкой затайки уровень воды в реке может подниматься и отпускаться. А так как на реке есть течение, в отличие от залива или затона, то лёд поднимает и отпускает за счёт того, что прибывает вода. И это существенно скажется на клёве. Срезк небольшой. Допустим, если отпустить экшн-камеру в боксе, даже через бокс, можно, в принципе, этот срезк расслышать. Визуально, находясь на льду, этот срезк не услышать. Происходит это на реке за счёт того, что вода прибывает за счёт талой и плюс ещё течение. Но почему именно залив или затон? Почему там такого сильно не происходит? Там вода, в стоячем водоёме, в заливе затоне, тоже прибывает, лёд поднимает. Но за счёт того, что течения нет, срезк происходит не такой сильно там, подо льдом. Это не так сильно пужает рыбу, как на первый взгляд кажется. Лёд поднимает как и на реке, так и, в принципе, в каком-то заливе или затоне. Но треск в самом водоёме, который без течения, не такой глобальный, не такой сильный. Это, друзья, происходит потому, что лёд ещё не оторвало от берега. То есть, нет ли ещё заберегов самих. Когда забереги появятся, лёд от берега оторвёт, эта проблема решится. То есть, сам едва заметный треск, который, повторю, друзья, визуально на самом льду находясь, вы не услышите. Ну, и вот тут, друзья, как раз рыбаки допускают весьма эту самую ошибку. Ох ты, весна началась, затайка началась, талая вода, о, все на реку. Раз, и, ба-бах, рыба не клюёт. И рыбак понять, в принципе, не может. О, что так-то, а? Вроде погода нормальная, давление не скачет, температура не скачет. Талая вода прибывает и прибывает. Вроде бы рыба должна клевать. Погода не меняется, но рыба почему-то не клюёт. А почему? Может быть, магнитная буря может ещё что-то? Понять рыбак не может. Почему? Да всё потому, что появляется весьма заметный едва треск. За счёт того, что уровень воды в самой реке то поднимается, то отпускается, а лёд ещё от берегов не оторвало. Из-за этого рыба и не клюёт. И в итоге рыбак начинает менять насадки, менять лунки, делая всё новое и новое, тратя время. Рыба по-прежнему не клюёт. Не клюёт. Почему? Я сам когда-то однажды с этим тоже столкнулся. То есть, когда пришёл на реку, в марте месяце, ещё дальненько было. Сейчас расскажу об этом случае. Вот. И рыба не клюёт. Одна, вторая, третья, двадцатая лунка. Ничего. Захожу в стоячий водоём. В водоём, извиняюсь. Вот. Там рыба в береговой зоне клюёт. Но перед этим на реке я решил заснять то, что находится там под ряду, в береговой зоне. Отпустил экшн-камеру в боксе. Вот. И ту же самую картину я сделал, как и рыцарь, в стоячем водоёме. Затонится с Аэрзой, проще сказать так. Вот. И когда начал просматривать кадры, услышал треск. Я сначала подумал, что это какой-то дефект камеры. То есть, на реке, отпустив камеру, я слышал звук, такой треск. А когда отпускал камеру в заливе, то есть затонится с Аэрзой, этого треска не было. Я сначала не понял. Повторюсь, думал, дефект какой-то камеры. Просто в звуке. Потом эту картину повторил. Опять же, отпустил камеру на суханье подалёт. Вот. Опять же, просматривая файлы, слышал на суханье, где я отпускал камеру. Звуки есть. То есть, в видеофайле есть треск. А в затоне ССРЗ, где я отпускал, треска не было. До меня сначала никак не могло дойти. Потом понял, в чём косяк. Почему на суханье рыба тогда не клевала, а клевала в затоне ССРЗ. И что это за треск? Это лёд, который лежит на берегу. И за счёт талой воды и течения его то поднимают, то отпускают. Поэтому рыба и не клюёт. Я воскликнул Эврика. До этого, друзья, я сколько раз попадал в такие ситуации в марте. Когда, допустим, на реке рыба не клюёт. Приходишь стоять водоём, залив в лес, а тут рыба клюёт. Но тогда я ещё не был автором канала. И у меня не было экшн-камер, у которых есть подводный бокс. Поэтому я тогда, в принципе, долго ломал голову. Почему такая картина происходит визуально, повторюсь, друзья, ещё раз. Находясь на самом льду, вы этот треск не услышите. И только когда я уже стал автором канала, начал снимать видеоролики про рыбалку. И, отпустив однажды камеру, понял, в чём косяк. Почему, насколько они, в береговой зоне рыба не клювала, а клювала в стоячем водоёме под названием Затунца СРЦ. В той же самой береговой зоне. Этой информацией, друзья, я с вами и делюсь. Но если, друзья, на больших реках уже лёд от берега оторвало, то есть появились, извините, забереги, тогда можете смело также идти и на реку, потому что этой проблемы уже с треском нет. Но пока лёд ещё от берегов на реках не оторвал, лучше всего выбрать стоячий водоём или залив Затун. Потому что чем теплее, тем, как говорится, то есть чем южнее, тем теплее, то есть температура пульсовая уже началась у многих южных регионов куда выше, чем, например, те регионы, где ближе к северу. Архангельская, Вологодская область, Коми СССР и другие тут немножечко не так. Лёд пока ещё от берегов не оторвало. Будьте, друзья, всегда с рыбой. Так как-то.